Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня у нас будет необычное видео. Я решил разбавить все эти превью и обзоры игр ламповым видео, в котором я хочу поделиться с вами своим топ-10 саундтреков в играх. Кто-то из вас знает, а кто-то нет, но музыка играет в моей жизни довольно большую роль, так как я в прошлом музыкант. Хотя бывших музыкантов не бывает, и на гитаре, а точнее на гитарах я играю и по сей день. И даже иногда какие-то треки записываю. В общем, музыка в играх всегда для меня была очень важна, поэтому я решил сделать это видео. Сразу скажу, что у попадания в этот топ есть несколько критериев. Во-первых, я должен был играть в эту игру, а во-вторых, саундтрек должен быть хороший и самостоятельный настолько, чтобы мне хотелось слушать его не только под игру, но и вне игры. Так что прошу не обижаться, если вдруг вашего любимого саундтрека в этом видео не окажется. Во-первых, я мог не играть в игру, а во-вторых, вкусы у всех разные. Лучше поделитесь своим топом или дополните мой в комментариях. Ну и сразу также скажу, что призовых мест тут нету, все саундтреки я считаю багическими, и расположены они тут в рандомном порядке, а не от худшего к лучшему или наоборот. А еще я буду объединять некоторые серии в одну позицию, думаю, это вполне резонно. Понятное дело, что при всем при этом топ все равно будет неполным, в десятку всех не запихнешь, но такой же формат. Так что ставьте лайки, если вам понравится подобный формат, обязательно подписывайтесь, если вы вдруг тут первый раз, и в случае успеха видоса я обязательно запилю вторую часть. Ну и как всегда, конечно же, зову всех подписаться на телегу и на твич, ссылочки в описании, а мы начинаем. Погнали! Я не являюсь поклонником электронной музыки в целом, предпочитая все же живые инструменты. Однако, если говорить про Neurter Wave, Synth Wave и подобные жанры, отсылающие нас к музыке 80-х, то тут я ловлю дикий кайф. Поэтому я не мог не включить в это топ саундтрек к играм серии Hotline Miami. Музыка в игре отлично подчеркивает атмосферу безумия, придавая ей при этом ностальгические нотки, которые очень идут визуальному стилю игры. Мелодии драйвовые, под них великолепно идут кровавые разборки с врагами и жесткие отъезды, и после огромного количества траев они просто въедаются в мозг. При этом игра понимает, насколько саундтрек хорош, и подсказывает тебе, какая именно мелодия играет в данный момент, чтобы, если что, ты мог потом послушать ее самостоятельно. Сам я скачивал себе на телефон саундтрек из обеих игр и с радостью слушал его в машине. Мало кто будет спорить с тем, что это один из самых ярких и запоминающихся осов. А сейчас саундтрек, превзошедший оригинал. Я не буду говорить, что сама Блокмеса лучше, чем первый Half-Life, я не богохульник. Все же ремейки, даже пусть и переработанные, и очень сильные, и разросшиеся в размерах, все равно останутся ремейками, а не оригиналом. Однако, если мы будем говорить про саундтрек этой игре, то тут у нас нечто особенное. Было написано огромное количество совершенно ломовейших, атмосферных и запоминающихся оригинальных мелодий, которые помогли воспринимать Блокмесу чуть больше, чем просто ремейк легендарной классики. Во время прохождения я не раз ловил себя на мысли, что музыка, которая звучит в данный момент, просто превосходна. Во время прохождения оригинальных Half-Life у меня такого не было. Тут композиторы очень постарались сделать саундтрек реально выделяющимся и запоминающимся, поэтому и место в этом топе данная игра заслужила однозначно. Глупо было думать, что в топ бывшего металлиста не войдет убийственный шедевр от Мика Гордона. За главная тема под названием BFG Division была переиграна огромным количеством именитых музыкантов. Да и сам Мик исполнял ее вживую не раз. Весь саундтрек просто пропитан атмосферой жестокой расправы с демонами ада. Во время обычной беготни по уровню мы слышим спокойный эмбиент. Но как только начинается замес с демонами на очередной арене, врубаются тяжелейшие джентлые мелодии Мика и работают как баф. Тебе прям хочется красиво и жестоко расправляться со всеми монстрами. Такой драйв идет от музыки. Очень жаль, что ID Software и Мик Гордон разругались во время работы над саундтреком к Doom Eternal. Уж не знаю, кто там был виноват. То ли Гордон реально сроки срывал, то ли руководство компании реально косячило. Однако во второй части саундтрек уже не так бодр и до шедевральности оригинала не дотягивает, к сожалению. Отойдем от этих ваших современных игр и уступим место в топе отечественному производителю и игре из начала 2000-х. Горячо любимым мной космическим рейнджером. Мало того, что эта игра является все еще лучшей игрой про космос среди всех остальных, которые я играл. Да-да-да, Starfield. Эта игра еще обладает совершенно замечательным саундтреком. Мелодии вроде простые, слышно, что написано просто энтузиастом. Но господи, какие же они душевные и как замечательно подходили игре. До сих пор услышав какую-нибудь композицию из игры, я моментально вспоминаю, как задротил ее на своем старом Селероне после школы. Все мелодии уникальные и запоминающиеся. Понимаю, что большинство из вас, наверное, даже игру такую не знают и поймут меня только престарелые олды. Если вы вдруг курсе этой игры, обязательно напишите в комментариях, получите от меня личный респект. Снова немного окунемся в прошлое и вспомним первые две части, уже, к сожалению, почти мертвой франшизы Кармагеддон. Когда-то в прошлом, когда я был пубертатным, бешеным подростком, для которого всегда было чем тяжелее, тем лучше, я был в восторге от саундтрека к первым двум играм. Прежде всего, в них звучали группы, которые я на тот момент гонял в плеере. В первой части это были Fear Factory, а во второй легендарные Iron Maiden. Ну и остальные треки, в том числе Электрон, и отлично подходили динамичному геймплею игры, где надо было сбивать пешеходов, чтобы отыграть себе побольше времени и расправляться с тачками своих врагов на совершенно сумасшедших трассах. Поздние игры серии, к сожалению, вместе с общим драйвом утратили и шедевральность саундтреков, которые после первых двух частей уже совсем не запоминались. Ну и раз уж мы тут вспомнили жанр агрессивных гонок, я не могу обойти стороной и саундтреки к легендарным частям Need for Speed, Underground и Most Wanted. Смесь моднейшего нью-металла и агрессивного хип-хопа из начала двухтысячных не могла оставить меня равнодушным. Пусть я и не фанат чувака-трэпчика, однако даже хип-хоп-композиции в играх звучали максимально уважаемые. Чего же говорить про альтернативную группу, которую я опять же слушал и без всяких там игр. Static X, Disturbed, Story of the Year, Rob Zombie, Mudvayn и много-много других. Короче, саунд для покатушек и акментов был в самый раз. Жаль, что современные игры серии утратили этот элемент драйва, хоть я и понимаю, что это брусжание старого деда геймера, недовольного современной музыкой. Но мне насрать. Если вы думали, что я тут только всякие драйвовые саундтреки буду хвалить, то вы ошибались. Для меня все же самым важным является именно атмосфера. И один из самых атмосферных саундтреков современности это, конечно же, серия The Elder Scrolls. Из всех игр серии я буду выделять Skyrim, так как наиграл в него больше всего. Думаю, не стоит говорить о легендарности и эпичности заглавной темы. На нее записано куча каверов и мэшапов, что уже говорит о ее значимости. Но и любая мелодия, которая звучит во время игры, навсегда остается в твоем сердце. Услышав ее где-нибудь, ты моментально возвращаешься в Тамриэль. Тебя снова ведет дорога приключений и снова тебе простреливают колено. Саундтрек Skyrim погружает тебя в мир свитков, подчеркивает незабываемую атмосферу этой великолепной игры, и ты сразу хочешь купить ее в десятый раз. Ждем шестую часть в надежде, что она подарит нам очередную порцию прекрасной музыки. Конечно же, не только серия Elder Scrolls может похвастаться атмосферным и красивым саундтреком. Есть еще одна легендарная серия – Ведьмак. Прежде всего, конечно же, снова легендарная заглавная тема. Каких только аранжировок я не слышал – и оркестровые, и метальные – она всегда звучит великолепно. Атмосфера Ведьмака особенная, и музыка всячески это подчеркивает. Своего апогея саундтрек достиг, конечно же, к третьей части. Там хорошо абсолютно все. И фоновые мелодии локаций, и музыка под сражение, и отдельные песни, звучащие в игре. Если вы смогли удержать скупую мужскую или женскую слезу под песнь Пресциллы, то вы либо робот, либо глухой. Сходить проверьте, а я пока еще раз послушаю заглавную тему этого великолепного оста. И да, Ведьмак не единственная игра поляков из CD Projekt Red, которая есть в этом топе. С выходом Cyberpunk 2077 они показали, что держат планку качества. Я про саундтрек сейчас говорю, а не про оптимизацию игры. Тут нет какой-то запоминающейся заглавной темы, как в Ведьмаке, но сам по себе саундтрек тут просто великолепен. Конечно же, стоит упомянуть группу Refuse, которая, так сказать, сыграла в игре группу Джонни Сильверхэнда Самурай. Refuse написали кучу песен специально для игры, и все они очень хороши. Ну и так называемые сопровождаемые мелодии тоже запоминаются. Особенно это касается музыки для схваток с врагами. Короче, поляки снова доказали, что у них отличный вкус, и замечательные композиторы этим жирнющим саундтреком. Гениальной игре от гения Кодзимы нужен был гениальный саундтрек. Мало того, что гений явно сублимирует, видно, что очень уж он хочет снимать кино, но надо делать игру. В итоге мы получаем одну из самых кинематографичных игр, ну и с одним из самых кинематографичных и красивых саундтреков. Мелодии, которые звучат в игре абсолютно все, идеально подходят меланхоличной атмосфере игры, подчеркивая одновременно красоту пейзажей и эмоций, которые мы испытываем во время прохождения. И в игре снова звучит группа, которую я с радостью слушал, и в 2012-м, без всяких игр, группа называется Low Raw. К сожалению, лидер и вокалист этой группы умер в прошлом году, отчего их песни слушают сейчас еще грустнее, чем раньше. Очень красивый саундтрек под стать гениальной игре. Музыка в играх действительно очень важный инструмент для передачи настроения и атмосферы. Мне было очень приятно сейчас вспомнить все эти замечательные игры и их замечательные саундтреки. Тут я должен был сказать, что это конец топа, но на самом деле, как я говорил в самом начале, всех в топ-10 не запихнешь. Поэтому, если вам понравился формат, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видосом, подписывайтесь на канал, если все будет классно и хорошо с просмотрами, я обязательно запилю вторую часть. Ну и, конечно же, Twitch, Telego, обязательно подписываемся, жду всех там. А на сегодня это все. С вами был Маранер 120 Гигабайт, жестких всем респектов и хорошей музыки. Йоу!